Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективная и достоверная в программе «В центре внимания». Представляем вашему вниманию программу IWPR, радиоинститута по освещению войны и мира. Здравствуйте! У микрофона Мерри Масаналы. Мерзалим, которому скоро исполнится 30 лет, показывает нам дерево урюка, который почти 200 лет, и это дерево считается наиболее подходящим для изготовления комуза. Этому мастерство он научился от отца. Он говорит, что от многолетия дерева урюка зависит чистота и мелодичность инструмента. Также после изготовления комуза качество звучания будет улучшаться постепенно, с каждой игрой в руках мастера. В нем нет возраста. Этот цельный комуз сделан полностью из дерева. Не могу сказать, что комузы, сделанные из других деревьев, не очень хорошие, но не могу гарантировать, насколько он будет прочным. Может разложиться клей. Самое большее он может прослужить около 3-4 лет. А вот этот цельный комуз – это драгоценная вещь, которая передается от отца сыну. У меня сейчас есть комуз, который достался от прадеда. Я своего прадеда не видел. Но этот комуз, как он его изготовил, так и сохранился до сих пор и становится лучше с каждым годом. Говорит он. В то же время повсеместно уничтожаются многолетние урюки-деревья, из которых было бы можно изготовить вот такие цельные комузы. Вот эти старые урюки нужно срезать, чистить их, даже срезать и пилить трудно. К тому же они уже дают мало урожая. Эти плодовые деревья, наверное, сажали наши прадеды. Мы не знаем. Во время союза отец присматривал за этим садом. Покупал удобрения. А сейчас откуда? Вот эти урюки дают мелкий урожай. На рынке их хорошо не берут. Но они очень вкусные. А вот эти, которые я посадил, их называем абрикосами. Их охотно покупают на рынке. С другой стороны, нужны же и дрова. В прошлом году я срубил 4 дерева. В этом же году срубил 3 дерева, так как зима была не очень тяжелая. Камиль с каждым годом срубающий многовековые урючные деревья для использования в качестве дров, уже почти срубил весь свой сад. Он сажает на месте их новые сорта, которые хорошо продаются на рынке. Старых сортов урюка становится все меньше. В Баткене в общей сложности имеется около 10 тысяч гектаров урюковых садов. Жители региона в среднем за год получают около 6 миллиардов сумм в прибыли. В то же время все больше становится тех, кто сажает те сорта, которые востребованы на рынке. Тем самым постепенно исчезают многолетние урюковые сады. Например, в селе Джангаджир Даринского Айлукмэту из-за подземных вод, а ранее из-за нехватки воды, находятся перед исчезновением около 40 гектаров урюковых садов, а также виноградные поля, из которых в свое время изготавливали вино в большом винном заводе. Местный житель Муктаралы Мусалиев говорит, что из-за отсутствия контроля за постепенным высыханием урючных полей, а также вырубанием их в целях использования в качестве дров, приводит к таким плачевным результатам. За этим урюками зимой никто не присматривает. Они своевременно не поливаются. Со стороны чиновников присмотрят тоже нет. Разумеется, будут срубать, а что делать? Такая же ситуация и в соседнем селе Чонгтала. Образованный в 50-е годы прошлого века, поселок внес огромный вклад в развитие экономики района. Более половины из около 130 гектаров урюковых садов, расположенные в этом селе, превратились в серые пустынные поля. Эти поля были выделены жителям села в качестве дольных земель. Они столкнулись с такой проблемой, как нехватка воды. Многие семьи не имели возможности должным образом ухаживать за садами. Из-за того, что эти сады струбались, сейчас более чем 60 гектаров земли, нет никаких деревьев, видны лишь одни пинки. Местный житель Ашербек Дармамбаев был свидетелем того, с каким большим трудом эти сады возделывались и начали приносить первые плоды. Он с горечью говорит о том, во что превратились урюковые поля. Дармамбаев считает, что для сохранения этих садов необходимо было обеспечить работу кооперативов. Из-за проблемы воды получилось вот такое плачевное состояние. В свое время мы были самым передовым совхозом по всему Баткенскому району. Бесперебойно работал винный завод. Делали разновидности повидла. Во время сбора урожая на помощь приходили из района. Сейчас, видите, ничего не осталось. Когда смотришь на этот вид садов, на душе становится муторно. Захотели разделить на дольные участки, оставили без присмотра и начали их вырубать. Мы же находимся в приграничном районе. Здесь у нас и нехватка угля. Поэтому население вырубает абрикосовые деревья. Сейчас трудно представить, что здесь были тысячи плодовых деревьев. Чтобы вырастить одно дерево, уходит целая человеческая жизнь. Теперь уж когда можно заново превратить это опустошившееся место в цветущие сады? В Баткене в основном есть около 15 сортов урюка. Некоторые среди них не поддаются сушке, и их можно кушать только в свежем виде. Ряд сортов сушат, применяя химические технологии, чтобы придать соответствующий вид. Самый ценный сорт считается так называемый кандек, который имеет 2-3 разновидности. Этот вид сорта на деревьях сам сушится и имеет ценные лечебные свойства. Сахаристость также соответствует организму человека. Когда начал расти в Баткене урюк, являющийся для баткенцев основным брендом и основной сферой доходов, а также какова его история, неизвестно. Местный историк Абдинал Икадыров самостоятельно изучает историю того, как и когда в Баткене начал расти урюк. Он изучает не только плоды, но и его целебные свойства – этого плодового дерева. В исторических источниках X века отмечается, что в Баткенском регионе много растёт урюкового дерева. Следовательно, наши отцы и прадеды выращивали урюк, начиная с Средневековья. Урюк использовали не только как пищу, они имели ещё и много полезных свойств. В медицине доказано, что плоды урюка повышают иммунитет организма человека и являются незаменимым лекарством для желудочно-кишечного тракта. Но пока мало кого тревожит, что являющиеся ценным не только плод, но и сами деревья, прожившие 4-5 веков, в ряде регионов повсеместно вырубаются и приносят как экологический, так и экономический вред. Член международной инициативы под названием «Спасём мир» француз Николас Вильум проводит исследования над тем, как можно сохранить старые леса и передать новому поколению. Чтобы запечатлеть старые урюковые деревья, прожившие 4-5 столетий, он поехал в далёкое село Зардалы Баткинской области. Он говорит о том, что на следующий год планируется организация фотовыставки на тему сохранения старых деревьев. Он надеется, что проведение подобной выставки хоть сколько-нибудь окажет влияние на сохранение экологии старых деревьев. Я не могу сказать с экономической точки зрения, но очень велико экологическое влияние. В такой ситуации нельзя вырубать многолетние деревья в садах. Наш проект прилагает усилия к тому, чтобы сохранить многолетние леса. На этот раз я фотографирую многовековые деревья в Кыргызстане. На следующий год планируем здесь организовать фотовыставку. Хотя бы таким образом призываем граждан к сохранению экологии старых деревьев. В то же время нельзя сказать, что в Баткине все относятся безразлично к проблеме исчезновения старых сортов урюка. Есть и те, кто проводит определенную работу над тем, чтобы сохранить исчезающие сорта. Разумеется, этого недостаточно. Председатель областного совета предпринимателей, за плечами которого реализация нескольких экологических проектов, отмечает, что начал работу по возобновлению старых сортов. Урюк обеспечивает семейный бюджет 90% населения Баткинской области. Последние 4-5 лет, несмотря на то, что урожай высокий, но выручка от него не такая уж большая. Постепенно исчезает такой ценный сорт урюка, как кондек. Сейчас много тех, кто ищет именно этот сорт. Мы планируем возобновить этот сорт, организовать садовые питомники. Урюк как многолетнее плодовое дерево. В апреле он начинает свисти и дает плоды в июле. Как только собирает с него плоды, он начинает образовывать новые почки и готовится к даче следующего урожая. Предметы сделаны из дерева, а в особенности из векового урюкового дерева, считаются очень ценными. Самое ценное из них – это цельный комус, изготовленный из цельного куска урюка. Его делают только на заказ. В Кыргызстане в домах более чем 10 тысяч семей играют на комузе, сделанной руками Баткенса Урозалы Талипова. Он говорит, что это не бизнес, а необходимость сохранить и передавать новому поколению традиции отцов и дедов. Я никогда не изготавливал комус из другого дерева. Как из урюка, все равно не получится. Поэтому я и не стал изготавливать комус из других деревьев. С каждым годом материал из дерева урюка становится плотнее и упругее. Чем он становится упругее, тем лучше звучат звуки из него. Урюк тоже связан с климатом, почвой. Самыми лучшими считаются комузы, сделанные из урюковых деревьев, получивших много солнечного света. У меня есть пятеро сыновей. Все они научились изготавливать комузы. У меня нет цели делать из этого бизнес. Мог бы завышать цены, но не делаю этого. Если в тысячи семьях будет комус, изготовленный мною, я буду тоже с ними. Если в Баткене при такой ситуации вековые урюковые деревья будут и дальше срубаться, недалеко то время, когда мы можем иметь возможность услышать национальные мелодии на комузе посредством различной техники. Послушать произведение вживую. Игру на настоящем урюковом комузе станет редкостью и, возможно, большой роскошью. Материал специально для IWPR подготовил Джаниш Айдаров. На этом наш выпуск завершается. Журналисты программы IWPR, Радиоинститута по освещению войны и мира, следят за развитием актуальных событий. Все материалы и репортажи вы можете читать и слушать на сайтах iwpr.net и kabar.asia. Оставайтесь с нами. Мирим Астаналы. Услышимся.